Вот, играешь ты в своей Дескор-группе, а твой дед приходит тебе на репетицию и говорит Бля, да это вот за хуйню играете, вот раньше, вот, блядь, лучше было Ага, так ристи ебать, там, король и шрут, ддт А давайте разберемся, действительно ли лучше Доброго времени суток, мои маленькие любители вокала потяжелее С вами я, Фауст, вы на канале Friday School И сегодня мы с вами отвечаем на главный вопрос поколения Русский рок, это Нив или Тайд? Ну а прежде чем мы начнем, мы хотим, чтобы вы подписались на наш канал Поставили лайк этому видео, рассказали о нем обязательно друзьям Своим родственникам и знакомым И прошли по всем ссылкам в описании И напоминаю, самое главное еще раз Запишитесь на занятия, первое бесплатно Ага, ну а теперь мы можем начинать и рассмотрим русский рок в плане, ну, естественно, вокала Мы же с вами в школе вокала Так, что же такое русский рок? В Советском Союзе в 60-е годы зародилось новое движение Вот как раз таки, которое и называется русский рок А зародилось оно под влиянием западной рок-музыки и бардерской песни И ключевое слово под влиянием западной рок-музыки Люди добывали записи разными способами Контрабандой, контрафактом Где-то пиратели, у кого-то родители были достаточно богаты И тем не менее, это срабатывало таким образом, что люди слушали, люди вдохновлялись Люди имитировали То есть, да, в то время не было никаких школ вокала Особенно экстремального И так в чем же секрет, собственно говоря, успеха всяких там мумитролей, гробов и секторов газа? А секрет достаточно был прост Это манерность вокала Это, кстати, прослеживается не только в русском роке Это прослеживается в целом вообще в музыке То есть, чем манернее вокал, тем он более запоминающийся И, естественно, вокалист он всегда зачастую группу выделяет все-таки Помимо рифов, помимо барабанов, помимо в целом музыкальной части Ну, имеется в виду инструментально-музыкальной части, естественно А вокал всегда идет как бы впереди Что касаемо манерности пения, это достаточно щепетильный вопрос Потому что некоторым манерность мешает Некоторым манерность, наоборот, таки помогает И как же тут быть? Дело в том, что помимо техники мы должны научиться Именно облагораживать свой вокал Какой-то такой оттенок, который будет индивидуально наш Многие музыканты про это забывают Упираясь либо в технику целиком полностью Либо в манерность В первом случае получается, как у всех, группа однодневка Во втором случае получается не очень для вашего здорового вокала Поэтому нужно искать какую-то золотую середину В советские времена наши любимые с вами рок-группы Они все-таки, как делали? За счет имитации они подражали им Они не задумывались тогда о технике Они не задумывались тогда о каких-то приемах О каких-то, я не знаю, экстремальных, не экстремальных подачах Они просто подражали И этим самым они выделывали манерность И зачастую, так как не хватало вот этой самой техники Получалось что-то необычное И что-то уникальное, запоминающееся Сколько вы знаете похожих групп Допустим, в Дескоре Я лично знаю очень много И вот, и в этом как раз-таки проблема Ни одна группа надолго не задерживается Поскольку все штампуется Все как будто идет по шаблону А везде именно присутствует техника Но при этом всем я не хочу сказать Что надо делать упор в манерность Нет, ребята, надо делать упор в золотую середину Но если мы будем упираться только и только в технику Только вот в эти правильные подачи и прочее Без обрамления вокала каким-то особым звуком Мы не будем ничем отличаться от подобных групп вообще И в чем тогда наша уникальность В чем смысл нашего существования Мы можем спокойно себе один день отыграть турни И все, и можно распадаться Потому что смысл Ничего нового в музыку не было принесено Вот эта вот манерность Это как раз-таки и есть один из важных элементов конструктора Который собирался и превращался в группу русского рока Того же самого За что их, собственно говоря, знают, любят и уважают до сих пор Ну да, вы скажете, конечно же Почему их уважают, почему их любят? Потому что бескусица, собственно, нет, не бескусица Вы зацените сами, ну как бы Ну, вы можете, конечно же, мне возразить Сказать, что это все пережитки старого Это нам родители навязывают Или не родители, или еще кто-то Да нет, как бы все звучит нормально Это классика, это знать надо Также, если вы, может быть, ярный ненавистник Там у русского рока вы вспомните великие, замечательные классические слова Но этими же словами можно, кстати, ответить даже про вашу любимую группу Смиритесь, все мы слушаем говно Но в целом, вот узнаваемость и запоминаемость вот как раз-таки таких групп Почему они не однодневные до сих пор А ее составляет вот как раз-таки вот эта вот манерность Если музыкой выделиться не получается, то есть играются одни и те же аккорды Вокал всегда будет уникален И какой же вывод мы можем из этого всего сделать А вывод простой Нужно не только одрачивать технику Нужно также что-то имитировать Нужно также работать над своей манерностью Над своим штрихом Над своим вот этим вот силуэтом своего вокала Чтобы все звучало прекрасно Чтобы все звучало еще и правильно А главное, чтобы все звучало уникально А на этом у нас все Подписывайтесь на канал, ставьте лайки Рассказывайте об этом видео друзьям, знакомым, подругам С собаками и так далее Я вас всех очень люблю, целую До новых встреч